Доброе утро дорогие друзья! Продолжаем нашу недельную главу Беалатха. В день, когда был воздвигнут мешка, на облако покрыло шатер написано. С вечера над шатром было огненное явление, так продолжалось до утра. Так происходило все время, нахождение евреев в пустыне, днем над ними были облако, а ночью огненное явление, сияние. Когда облако начинало двигаться, снимались с места, шли за ним, а когда останавливалось, знали, что здесь будет стоянка, и облако, и ночной огонь являлись божественным присутствием, которое постоянно их сопровождало. Для чего нам это рассказывается? Рассказанное в Торе учит нас огромным вещам нашей повзедневной жизни. В жизни человека всегда случаются два периода. Первый – время, когда можно сказать, что это день, свет, хорошо, ясно. Вторая – ночь, негативный период жизни, много непонятного, есть сомнения и так далее. Подобные периоды могут быть коротковременными, а иногда долгими. В жизни не бывает, чтобы у человека был только день, все хорошо, светло, ясно, все в радужных тонах. К сожалению, бывает и ночь. И здесь Тора показывает нам, учит и наставляет, как необходимо реагировать на такие различные периоды, разные периоды нашей жизни. Днем надо помнить об облаке, а ночью не забывать про свет и тепло, которое несет в себе огонь. Бывают тяжелые времена, в которых, в том, что касается материальной стороны жизни, случаются, когда тяжело духовно и морально. Бывает, что тяжело не хватает, ну, депрессия, кажется, что все потеряно, не на кого надеяться. И Тора об этом говорит, что ночью над мешканом светил огненный столб, который отгонял мрак. Всевышний никого никогда не оставляет, говорится нам. Он светит и согревает. Надо не забывать, что за ночью приходит всегда день и свет. Надо знать, что есть на кого надеяться, что наверху есть наш отец. Есть огонь, свет, который не даст заблудиться. И главное, никогда не терять радость. Без радости ничего нельзя сделать. Человек это внутри чувствует, понимает, но радости есть две. Внешняя и внутренняя. Вот когда человек чувствует, что что-то не так, ему легче внешнее. Там кинокомедию какую-то поставить, там что-нибудь как-то себя рассмешить, там еще что-то, цирк, я не знаю, что угодно. Все что угодно, чтобы размешать, главное, чтобы улыбнуться. А где проблема? Проблема в том, что подразумевается, нет изменений внутренних, которые дают человеку возможность развить изнутри радость. А внешнее воздействие, оно ничего не меняет, оно на чуть-чуть. То есть мы не лечим болезнь, просто даем таблетку. Вторая проблема есть еще, что больной привыкает к дозам, к компьютеру, к телевизору, к еще каких-то, что он там, не дай бог, наркотик или еще что-нибудь. Ему надо все больше и больше, ему не хватает вот этой внешней радости. Радость должна быть, должна быть, но она все-таки надо стараться или уметь, или стараться в себе воспитывать эту возможность, внутреннюю радость. Мы опираемся на мудрецов. Рамбам сказал, что обязанность быть радостным это заповедь. Еще раз повторяю, быть радостным это заповедь. Человек написано больше портить себе настоящее тем, что все время беспокоится о будущем. Объяснитесь, вот знаете, почему пьяные обычно веселые. У пьяного нет завтра, он не забрадывает себе, радуется сегодня и все. Поэтому еще написали мудрецы, почему исполняются разные благословения. Если ты будешь там свечку зажигать или там дети у тебя мудрецы, любые благословения, которые... Почему? И Хайм Виталь отвечал, что единственной причине все это происходит, если заповедь любая, если любая вещь, которую ты делаешь, исполняется с радостью, все отлично. Если нет, она просто не принимается наверху, еще иногда принимается с минусом, потому что все остальное, все абсолютно, что мы можем. Если ты кому-то даешь что-то, это Бог тебе перед этим дал. Дети тебе перед этим Бог дал, квартира тебе дал. А вот радость это от тебя. Есть вот такое великое исправление, которое написали каббалисты древности. Если ты одну неделю, еще раз говорю, это написали выдающиеся каббалисты Цфата, если ты одну неделю продержишь улыбку на своем лице, целую неделю ты поменяешь судьбу. Только неделю. Но если ты поймал себя с кислым лицом один раз, начинай все сначала. Вот такой вот рецепт от наших мудрецов. Прохава от слуха.